Добрый день! Сегодня мы рассмотрим очередной кубоид из компании VTDN. В данном случае это будет 3х3х9 версия 2. Если посмотреть на упаковку, здесь перечислены все версии. Есть первая версия 3х3х9 и вторая. Ну коробочка на самом деле от роутблока, но эту я просто искать не стал. Они одинаковые, просто галочка стоит не там. Ну и здесь всякие версии изображены, чтобы не путаться. И если посмотреть на 3х3х9, то мы видим, что разница лишь в белом и желтом центре. Давайте на сам кубоид посмотрим. Инструкции конечно в коробке нет. Мы видим, что желтый и белый центр разделены на три элемента. Это версия 2, ну а версия 1 это просто одна большая наклейка. Ну так же как и эти. В этом вся разница. Поэтому у меня версия 2, первую я не покупал. Ну и функционал у нее просто лишь без вот этих центров. Это не как кубоиды 3х3х8, у которых первая и вторая версия отличаются обращающимся к рейзи элементам. Либо кубоиды 3х3х10, у которых первая и вторая версия отличаются развернутыми элементами среднего слоя. Это вот только центры. Напомню, что это кубоиды серии кубик, которые вращаются как 3х3. Причем это максимальное количество слоев, где головоломка не меняет свою форму. Если мы уже возьмем более крупные, 3х3х10, то здесь уже выступают элементы при перемешивании. Кубоиды у меня уже давно, вращается неплохо. И если вы хотите просто какой-то многослойный кубоид, то это неплохой выбор. Ну и с первой и второй версии понятно, проще выбрать вторую, чтобы получить оба функционала в одной головоломке. Для чего они разделены, эти центры белый и желтый? Для того, чтобы при вот таком движении их можно было перемешать с другими элементами других цветов. Ну и все. Соответственно, если вы хотите это собрать, нужно сначала собрать белый и желтый центры, а потом уже собирать как первую версию кубоида 3х3х9. Давайте перемешаем и соберем. Ну, первым делом, прежде чем перемешивать как 3х3, потому что в таком состоянии уже не будут вращаться тонкие слои, нужно перемешать все тоненькие. Причем можно как начать с белых и желтых, разделить их максимально. Как-то повращать все остальное. Вращаем пока движения R, F, L и B двойными. Чтобы как 3х3 не перемешалось. Можем в какой-то определенный момент опять же опустить центр, которые как бы желтые и белые, и что-то здесь еще поменять. Сюда внести вообще центры других цветов. Да, эти как-то уже дальше перемешивать. Ну и здесь трудно перемешать как-то очень значительно. В любом случае, всего 4 места, и они как-то друг с другом все равно комбинируются. Ну, предположим, что вот это как-то перемешалось. Что еще интересно, если мы убрали белый и желтый центр со своей позиции, то нужно как-то определить, где они будут стоять. На самом деле их можно, наверное, на любом месте собрать. Давайте проверим. Даже не задумывался раньше. Перемешали как 3х3. Ну и начинаем собирать. Ну как на любом месте. У нас фиксированные синий, красный, зеленый и оранжевый, да и белый и желтый. Они все равно друг напротив друга вот эти серединки располагаются. Так что здесь никак мы их в произвольных позициях не соберем. Белый должен быть здесь, а желтый должен быть здесь. Ну, они могут временно у нас как-то менять свою позицию. Но друг относительно друга они всегда так же, как на 3х3 располагаются в любой момент. Первым делом мы сделаем так, чтобы кубоид вращался. Для этого соберем средний слой. Расположим, ну, белый, желтый сверху, снизу. И соберем средний слой, как на обычных кубоидах. Так, так, так. Так, красный, зеленый, вот этот центральный элементчик должен стоять между этим и этим. Ставим. Дальше синий, красный. Переворачиваем на месте. Синий, оранжевый. Так, вот оранжевый, зеленый нашелся. И синий, оранжевый. Так, средний слой собран. Да, и мы уже, в принципе, сейчас сможем соединить центры. А, теперь у нас средние слои хорошо вращаются. Нам ничего не мешает. Для этого, ну, опустим желтый и белый сюда. Здесь, ну, по принципу, 5 на 5, наверное. Пособираем. Так. Чтобы не разрушить уже собранное. И где у нас? А, беленький еще вон там. Так, давайте желтый пособираем. Так, так, так. Не разрушая среднего слоя, наверное. Ой, да даже если разрушим. Да, сейчас это будет не страшно. Пересоберем. Так, почему сейчас не стало крутиться? Давайте вот вернем. Как оно было? Я сейчас опускал вот этот белый элемент. И хотел вот этот сюда переставить. Но у меня не крутилось. Почему это произошло? Потому что желтый стоит не в той ориентации. За этим нужно следить. Повернуть его таким образом. Выдвигаем сюда. И уже нормально. Собираем белый. И где у нас желтый элемент? Еще один. Собираем желтый. Так. Вроде так. Ну, здесь мог немного сбиться. Средний слой. Сейчас его починим. Так. Оранжево-синий. Где у нас? Вот. Ну, можно было средний слой и не собирать. А сначала просто собрать центры. Сделав так, чтобы на среднем слое не было ничего, что мешало бы поворотам. Вот, начиная отсюда, с того момента, как мы собрали белый и желтый центр, этот кубоид собирается как версия 1. Разницы дальше никакой. Ну, а это делается как на всех кубоидах этого типа. Нужно правильно ориентировать элементы на верхней и нижней грани. Ну, здесь мы уже видим какой-то алгоритм, похожий на глаза. Но это не они. Ну, вот крест, по крайней мере, есть. Бывает такое, что креста может не быть. Например, вот ситуация. Сейчас мы игнорируем цвет белый и желтый, считаем их одинаковыми. Так как нам нужно просто ориентировать элементы крайних слоев, чтобы тонкие слои вращались. Получается, вот эти шесть элементов правильно ориентированы, и вот этот. А вот эти два неправильно. Нам нужен крест. Креста нет, поэтому нужно забрать какой-то правильно ориентированный элемент, именно ребро с нижнего слоя. Опускаем в пустое место. Вставляем правильное ребро. И получаем крест. Вышло такое, что один уголок ориентирован неправильно, но к этому вернемся позже. Теперь проворачиваем ту же процедуру с этой стороны. Делаем крест. Да, на что похоже. На трехпифапную ситуацию. Здесь главное тройной блок собрать. Так, вот у нас тройной блок есть, и один уголок тоже неправильно ориентирован. Что мы сделаем? Мы снизу заберем вместо вот этого тройного блока какой-нибудь правильный тройной блок. Вот такой. В итоге получаем правильно ориентированную грань, а здесь стандартный ОЛЛ, ну восьмерка, который можно либо пиф-пафами развернуть, либо сделать ОЛЛ. Так. Ну, вроде все ориентировалось. Все теперь вращается. Средний слой собран. Собираем, как обычный кубует. Для этого на белой стороне соберем сначала белый крест. Каждая ребра будет из четырех элементов. Какие у нас тут есть? Оранжевых много вроде бы. Не настолько много. Синих тоже. Красных. Три. Ну, к сожалению, не удалось нам ни одного ребра собрать сразу. Ну, к примеру, красные. Опустим вниз. Добавим недостающие. И вернем. Дальше. Ну, снизу у нас какой? Зеленый. Ус. Нужен еще вот такой вот кусочек. Зелененький. Его тут нет. Так. Значит, нужно взять откуда-то сверху. А делаем всегда в отвратное движение, чтобы не разрушить средний слой. Так. Здесь можно дособрать оранжевый. Так. И здесь дособрать синий. Ну, интуитивно собирается здесь крест. Дальше собираем по четыре элемента на углах. Для этого начнем вот. Синий-оранжевый должен стоять вот здесь. Вот эти цвета совпадают. Вот эти нет. Так. Три. О, все четыре элемента нашлись. Их обычно нутрициклом переставляем вот сюда. R2-у-штрих. L2-у. R2-у-штрих. L2-у. Так. Один уголок есть. Ищем остальные. Допустим, вот этот. Нет таких элементов. Зелено-красных тоже нет. Он может тоже стоит. Нет, не стоит. Так. Оранжевый, зеленый. К сожалению, остальные элементы все наверху перемешанные. Поэтому, ну, давайте их чем-нибудь выбьем. Так. Вот эти четыре элемента, которые я здесь собрал, не нужны на верхнем слое. Поэтому, если я их поставлю вот сюда, мы отсюда что-то полезное достанем. Получаем. Ищем, что у нас появилось внизу полезного. Вот этот зелено-красный элемент. Второй, третий. О! Четыре зелено-красных элемента у нас собралось. Можно поставить сюда. И что-то полезное еще извлечется. Так. Хорошо. Дальше остаются два угла. Так. Оранжево-синий. Вернее, оранжево-зеленый не находится. Сюда нужен красно-синий. Один есть. Второй, третий есть. О! Четыре красно-синих элемента. Очень хорошо. Ну, на самом деле, можно и по частям их устанавливать, вращая не все слои за раз. Все. Вот они теперь оранжево-зеленые. Все нашлись. Ну, ставим их сюда. Все это, как обычные пубоиды, собирается. Так. Все здесь есть. Дальше. Перевернули. Смотрим. Верхние четыре слоя. Используясь будем кубоидные алгоритмы. Ищем, начиная со среднего слоя, глаза. Два угла, которые стоят правильно. Вот на четвертом слое есть. На третьем слое нет. На втором есть. На первом есть. В этой ситуации я глаза четвертого слоя ставлю слева. Ну, третий слой глаз не имеет, неважно, как он будет стоять. А все, что выше, ставлю глазами на себя, чтобы эти слои не собрались. Чтобы у меня за два применения алгоритма ТПРМ для кубоидов собрались все четыре слоя. Р2У, Р2У штрих, Р2У штрих, Д штрих. Р2У штрих, Р2У, Р2 доворот, Д. Собрался четвертый слой. Ну, а на всех остальных должны были появиться глаза. Располагаем их слева. И делаем алгоритм ТПРМ теперь для трех слоев. Кстати, для трех слоев можно обычный из кубика 3х3 сделать алгоритм. Ничего не мешает. Но можно сделать и тот же, который я показал. Так, так, так. Углы собраны. Остается собрать ребра. Здесь могут возникать паритетные случаи на всех слоях, кроме крайнего. Паритетные – это те, которые невозможны в кубике 3х3. Ну, PLL, которые не из Фридриха. И как раз мы видим, что четвертый слой требует перестановки четырех ребер. Половина из них похожа на Ашперм, а половина не похожа. Это как раз паритет. Причем третий слой у нас аналогичный. Второй слой у нас паритет, где нужно переставить два элемента. Ну, а верхний он уж как-нибудь соберется. Паритетом не бывает. Он не 3х3х8. Что же делать? Ну, делать тут очевидно. Нужно Юперм, такой, который соберет нам верхние два слоя. Там ситуация одинаковая. А, нет, у нас второй паритетный. Ну, Юперм, который соберет нам верхний слой, не испортит второй и улучшит третий и четвертый. Если с верхним все понятно, нужно с собранной стороной поставить слева, так же, как и второй слой, чтобы не испортить, то с вот этими нужно подумать. Здесь Юперм, который переставляет против числострелки вот эти три ребра. А значит, у нас вот этот элемент должен пойти сюда, этот сюда и встанет на место. Это хорошо. Здесь вот эти два ничего не соберут. Подвернем как-нибудь. Здесь красный соберет вот эту сторону. Ну, и из этого положения сделаем стандартный кубоидный Юперм. Будет у нас F2, M2, D, R2, D' и отменяем F2. Движение D делаем для четырех слоев. Подворачиваем все обратно. Смотрим, верхний слой собрался. На нижнем у нас простой паритет, на верхнем кривой паритет и на третьем тоже кривой паритет. Ну, а заодно все их и решим. Давайте начнем вот с этого. Такой паритет решается, используя тот же алгоритм, что мы делали сейчас, Юперм. Но так как там представляется три элемента, нам нужно вот эти вот сдвинуть и на место вот этого элемента поставить зеленый. Так, чтобы он, переместившись вот сюда, собрал зеленую сторону, оранжевый соберет оранжевую, а вот этот зеленый перейдет вот сюда и ничего здесь не поменяет. Ну, то есть два соберется, один останется на месте, по крайней мере, визуально. И отсюда нужно сделать комбинацию для Юперма. Но она начинается с движения F2, поэтому этот ход можно опустить. Так как он сначала делается, потом отменяется. В итоге алгоритм для паритета будет такой. Находим два элемента, которые рядом, нужно поменять местами. Делаем У штрих, а дальше для слоя, где это все находится, М2, Д, Р2, Д штрих, М2, Д, Р2, Д штрих. И потом просто возвращаем У. Просто у нас опустились ходы F2. Ну и у нас тут аналогичная ситуация, но которая решается чуть подольше. Нужно переставить два вот этих противоположных элемента, синий и зеленый. Поступим примерно таким же образом. Юперм меняет этот сюда, этот туда, а тот сюда. Если здесь зеленый, он эту грань соберет. Синий вот эту грань не соберет, а только испортит. И оранжевый тоже не соберет вот эту. Значит, вот сюда нужно поставить такой элемент, который нам поможет. У нас третий слой. Три слоя поворачиваем движением D штрих и R2. Получается, синий перейдет на синюю грань и сохранит ее. Этот синий соберет вот это место, а тот зеленый поставит сюда и будет все хорошо. Но Юперм надо сделать уже полностью. Делаем F2, M2, D, R2, D штрих, M2, D, R2, D штрих. И отменяем F2, отменяем R2, отменяем движение D. Все то же самое повторяем для второго слоя. Достаем сзади красный, поднимаем ее вверх, делаем F2, M2, D для второго слоя и дальше. Отменяем F2, R2 и D. Вот такой вот несложный кубовит. Можно, конечно, здесь использовать и кучу других алгоритмов для ускорения, но и этих достаточно. неплохая головоломка, хорошо вращается, гораздо лучше, чем более высокие аналоги. Если вы хотите что-то из кубоидов, то неплохой выбор для начала. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.